Далевое строительство. Как определяется очередность и есть ли ограничения по количеству квартир? Кто должен организовывать вывоз мусора в гаражно-потребительских кооперативах? Порядок оплаты больничных молодым специалистам. Что изменилось? Можно ли получить материнский капитал досрочно? Дополнительная профессиональная пенсия. Нюансы начисления. На каких условиях можно участвовать в долевом строительстве? Где строятся и где планируются дома с долевым участием? Сколько квартир можно построить? И существует ли лимит? В настоящее время строятся два многоквартирных жилых дома, по которым уже заключены договора о создании объектов долевого участия. Это 176-квартирный жилой дом в микрорайоне номер 3, генеральная подрядная организация мусорский домостроительный комбинат, это позиция 18, и 40-квартирный в микрорайоне Наровчизна. Они вводятся, вот 40-квартирный в сентябре, 18-я позиция вводится в декабрь, либо январь. Ну, такой переходящий, в принципе, по готовности он будет готов уже к концу отчетного года. Вот. Ведется строительство еще двух многоквартирных жилых домов. 160-квартирный дом строится на уровне 9-й школы, там заказчик Полесьестрой. У нас с ними, значит, заключен договор об оказании инженерных услуг, по которым мы осуществляем технические надзоры, выполняем часть функций заказчика, и согласно которого мы будем оказывать услуги по введению, как бы, вот этих вот процедур, связанных с заключением исполнения договоров о создании объекта долевого участия. Вот. Наш представитель будет присутствовать при приеме заявлений, вот, даже, в принципе, его ввести, но это все будет осуществляться именно в Полесьестроя, поскольку по месту нахождения заказчика строительства. Вот. Строится еще долевой дом 132-квартирный Мозорским ДСК, но это для работников домостроительного комбината. В Полесьестроя строится еще один дом уже начали строительство и отведен земельный участок, это 88-квартирный еще один дом. Это, значит, микрорайон тоже номер 4, но чтобы было понятно, вот этот магазин Припятского альянса, который новый на углу, напротив заправки, да, ну, вот это будет в той же части, где магазин, скажем, ну, в этой части микрорайона, там, где свободные участки. Это можно, в принципе, проследить по огражденной, скажем, площадке для строительства. Проектируется еще один 88-квартирный жилой дом. Это будет тоже долевое участие. Он будет находиться около, около Руэса. Там на углу осталось пятно застройки, именно под его многоквартирный один дом. Вот это тоже, в принципе, я думаю, мы до конца года вот все эти организационные моменты решим, и уже в начале года он будет публиковаться. Вот. Также сейчас еще в процессе отвода земельного участка мы будем его приобретать на аукционе под строительство таунхаусов, вот так называемых. Это группа таких блокированных домов, которые между собой, скажем так, связанных одной общей стеной. Ну, это чтобы так для обывателя было понятно, что это значит. Вот. Ну, они в отдельности, каждый как квартира. Где? Это будет в норовчизне. Аналогичному принципу, как и квартиры, также и таунхаусы. В соответствии с указом 263. порядки живой очереди. Как уже, в принципе, все наблюдали, да, организовываем этот порядок с привлечением правоохранительных органов в дату приема заявления для того, чтобы избежать каких-то скандальных неприятных ситуаций. Были обращения части ограничить количество приобретаемых вот квартир. Соответственно, был сделан и такой запрос на разработчика. Ответ получен о том, что нет никаких ограничений в этой части. Гараж находится в районе улицы Шоссейной. Мусор не вывозится. Контейнерные площадки превратились в свалки. Кто должен организовывать вывоз мусора и как на это повлиять? Мозрь по праву считается одним из самых чистых городов республики. Но своеобразный ландшафт не только придает городу изюминку. Мозорские овраги как магнитом притягивают к себе мусор. Порядок зачастую заканчивается и там, где начинаются гаражные кооперативы. Овраги плюс гаражи соединение и вовсе неблагополучное. В городе 79 гаражных кооперативов, из них только 56 имеют разрешительные документы. То есть около 30% кооперативов существует на птичьих правах, тем самым являясь рассадниками свалок. Гаражный кооператив «Пролетарская-1» по мнению экологов относится к золотой середине. Замечания бывают, но в целом все благополучно. Председатель, женщина ответственная, договоры на вывоз мусора заключены, площадки для вывоза ТБО организованы. Хаос, как правило, начинается там, где существует полная анархия. В первую очередь отсутствие председателей. Или, как правило, выбирает председателя уже проклонного возраста, который, можно сказать, только числится. А где инициативные люди, там есть и порядок. Николай Федорович Севчук из тех самых инициативных. Председателем гаражно-потребительского кооператива «Металист-3» он работает на общественных началах. Как бы тяжело работать, потому что половину гаражей мало, кто ставит машину, во-первых. Ставят очень мало. А за всех надо убирать, платить за всё надо. Кооператив «Дион» уже не раз привлекал внимание экологов. Живописные овраги здесь превращаются в свалку. После многочисленных предписаний мусор убрали. Но овраг снова обрастает грязью. Мы сюда неоднократно приезжаем, делаем рейды, проверки. Ну, я наглядно вижу, что тут много не изменилось. Мы стоим напротив площадки для вывоза мусора. Здесь неоднократно были замечены случаи проса. Спаливают бытовой мусор. Нет раздельного сбора мусора. Я наблюдаю здесь массу колес старых. Это четвертый класс опасности. Они не должны так храниться, они должны сдаваться. Но, тем не менее, будем опять вызывать председателя кооператива, опять применять меры административного воздействия. Безымянный кооператив за Летчицким шоссе. Все эти металлические гаражи когда-то перевезли с улицы Малинина. С тех пор нет ни названия, ни председателя. А многие гаражи уже забыты и заброшены. Зато практически в любом проеме между ними несметное количество бутылок всех мастей крепости. Это кооператив на Летчицком шоссе. Он как-то кооператив или здесь? Есть председатель? Название? Название я не знаю. Председатель где-то там. Есть председатель все-таки. А название кооператива вы не знаете? Я не помню. Куда вы мусор вывозите? Есть какие-то площадки временного? Или площадки для ПМР? Ничего. Не знаю. Я же говорю, вот буквально, наверное, недели три, вот как я покрасил машину, купил сегодня. Скажите, не задавайте вопросов. Вы сами видите, что тут ничего нет. С начала года экологи провели десятки рейдов. 12 председателей получили список предписаний и административное наказание. Представители райисполкома, архитектуры, землеустроительной службы и санэпидемстанции готовы помочь в решении существующих проблем. Гаражные войны продолжатся до полной победы над хаосом. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь. Будет ли работник, достигший общеустановленного пенсионного возраста, иметь право на дополнительную профессиональную пенсию, если за него уплачивались взносы на профессиональное пенсионное страхование в период с 2009 года по 2015 год? Согласно закону о профессиональном пенсионном страховании, дополнительная профессиональная пенсия назначается застрахованному лицу, достигшему общеустановленного пенсионного возраста и имеющие пенсионные сбережения на специальной части индивидуального лицевого счета. Пенсия устанавливается в размере бюджета прожиточного минимума, среднем на душу населения, действующего в месяц, за который она выплачивается. Например, если сумма пенсионных сбережений на 1 августа 2015 года составила 5 899 480 белорусских рублей, то период выплаты дополнительной профессиональной пенсии составит 4 месяца с августа по ноябрь, а размер ежемесячной выплаты составит 1 474 870 белорусских рублей, то есть бюджет прожиточного минимума, действующий на месяц выплаты. Таким образом, при наличии профессиональной части лицевого счета работника, пенсионных сбережений его, а также при выполнении условий, предусмотренных законодательством, законом о профессиональном и пенсионном страховании, этот работник будет иметь право на выплату дополнительной профессиональной пенсии. Материнский капитал начали начислять в начале года. Могу ли я получить его досрочно и какие для этого нужны основания? Указом президента Республики Беларусь 14 декабря 2014 года номер 572 предусмотрено единовременное предоставление денежных средств в размере 10 тысяч долларов США семьям родившим, усыновившим, удочерившим после 1 января 2015 года третьего и последующих детей денежные средства в размере 10 тысяч долларов США, так называемый семейный капитал. Нам обратилось с 1 января 2015 года 122 семьи, в отношении 106 уже принято решение назначения им семейного капитала. Средствами семейного капитала семья может воспользоваться при достижении 18-летия ребенком, при рождении которого семья приобрела право на назначение семейного капитала. Средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий, на получение платного образования, на получение платных услуг в сфере социального обслуживания, медицинского обслуживания и на накопительную пенсию матери. Досрочно можно использовать семейный капитал лишь для получения платных медицинских услуг по медицинским показаниям. Сын в этом году закончил учебу в университете. Я слышала, что изменилась оплата больничных листов молодым специалистам. Так ли это? Учитывая проводимую политику нашего государства и правительства, направленную на поддержку молодых специалистов, с 29 июля 2015 года постановлением номер 592 изменился порядок расчета пособий по временной трудоспособности молодым специалистам, рабочим и служащим, больничные листы которых наступили в связи с заболеванием или травмой. С 29 июля 2015 года при расчете пособия по временной трудоспособности не учитывается страховой стаж, то есть период времени, за который уплачивались обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения. Это случаи болезни, связанные с заболеванием травмы. В иных случаях, так, например, как уход за больным членом семьи, пособия по беременности и родам, минимальный размер пособия по временной трудоспособности, который исчисляется, исходя из половины бюджета прожиточного минимума, и при страховом стаже 6 месяцев продолжает сохраняться этот порядок расчета. У вас есть вопрос? Вы не знаете, кому его задать? Звоните нам по телефону, указанному на экране, присылайте вопросы на адрес электронной почты, и ответы на них прозвучат в эфире. Это был «Частный интерес». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова